Идешь по Киселево, смотри под ноги, а вдоль дома 56 на Вольской смотри вверх, а не то кирпич, голова попадет. 20 марта здесь поехала стена, за ней крыша, а теперь и голова кругом у замдиректора управляющей компании «Восток». Еще с весны Елена Кочеткова не может решить вопрос, как заделать эту брешь в здании. Дожди она выдержала, но скоро туда начнет заметать снег. Так, некогда доходный дом Малышева теперь расходует больше, чем должен приносить. Обратились в организацию за обследованием объекта, там выставили счет 85 с лишним тысяч рублей. Одним словом, око видит, а ремонт не имет. Мы собрали общесобрание собственников, рассказали им ситуацию, что необходимо собирать денежные средства для того, чтобы хотя бы провести обследование, составить правительную сметную документацию, чтобы дальше решать вопрос по ремонту. А вот по ремонту, вы знаете, ну, это только обследование, конечно, это только делают обследование. А после этого еще сам проект, который от 100 до 150 тысяч, как минимум, а затем уже сами эти работы. Сколько они будут стоить, сказать даже не могу, потому что, ну, мы не сталкивались именно с проектно-смертной документацией по историческому фонду. Если брать среднюю, например, по простому фонду, там можно среднюю вывести в пределах 1700 квадратный метр кладки. Ну, какие здесь будут работы, я даже сказать не могу. 56-й дом Повольский включен в краткосрочную программу фонда капитального ремонта еще с 2017 года. Как уверяет Елена Кочеткова, работы так и не проводились. Видимо, помешал особый статус здания. Если перестелили хотя бы кровлю, то со стеной таких проблем бы не было. Сейчас в Управлении Востока еще 59 многоквартирных домов с пометой «Объект культурного наследия». Есть список объектов культурного наследия, есть список вновь выявленных объектов культурного наследия. Центр Саратова. На какой многоквартирный дом не ткни, обязательно историческое здание. И объединяет их одно. Кто же их теперь отремонтирует? Ведь они же памятники. В Управлении по охране объектов культурного наследия дают понять, что таких многоквартирных домов аж 800. Глава ведомства Владимир Мухин не видит проблемы на стыке необходимого ремонта памятника фондом капремонта и действия федерального закона, регламентирующего любое вмешательство в личную жизнь исторических зданий. «Такие работы, как ремонт объекта культурного наследия, они предусмотрены. Наверное, реставрационных работ фонд не может финансировать. Это опять-таки нужно задать вопрос фонду. Но ремонт есть и у фонда капремонт, и у памятников есть тот же самый ремонт. Соответственно, если мы видим, что там работы направлены только на ремонт, не на реставрацию, мы оформим необходимые разрешительные документации, выдадим. Единственное условие здесь, их два. На объекте культурного наследия работает, соответственно, лицензиат и, соответственно, историк культурной экспертизы. Но опять-таки здесь сразу хочу пояснить, что на противоаварийные работы и на работы, связанные с поддержанием объекта устанавливаемого состояния, ну, та же замена кровельного покрытия на здание, если крыша не является предметом охраны, эти работы можно проводить без историк культурной экспертизы, но то есть разъяснительные письма Минкульта России». Как говорит депутат Леонид Песной, несостыковка требований жилищного кодекса по капитальному ремонту многоквартирных домов со статусом памятника и нюансы закона об их охране лежат на поверхности, но решиться может только на федеральном уровне. «Я думаю, что первично все-таки то, что наличие статуса МКД и статуса объекта историк культурного наследия нереально с практической точки зрения. Потому что, как бы эффективно не работали структуры по охране, они не могут понудить собственников, это неопределенный круг лиц, хотя он и известен по фамилии, принять те решения, которые необходимы на практике для того, чтобы объект находился в нормальном состоянии. Вот хорошо, когда есть какая-то структура, бюджетное учреждение, которое там на правах оперативного управления, хозяйственного ведения имеет ассигнование бюджетное, поддерживает, проводит риск комплексных мероприятий и дом в нормальном состоянии. А вот как раз МКД на следующий день у нас и вызывает больше всего опасений». В фонде капитального ремонта от обсуждения темы планов на работы с такими объектами и количество отремонтированных домов памятников уклоняются. Директор Вера Прохорова – это уже шестой по счету руководитель организации. Из проделанных работ она вспоминает лишь опыт предшественников. «Ну вы же сами про них писали, вспомните, в Московской, когда мы в судах сидели с Кавуэцом, это те единственные дома и все. У вас же было очень много публикаций по ним, помните?» «Да, конечно. То есть это вот то, что делалось, если они изменяют мне память, это было…» «16-й год». Региональное министерство строительства поясняет, сейчас в краткосрочную программу капремонта включено 436 многоквартирных домов памятников. Работы нужно сделать до 2020 года. Но программа явно не будет выполнена, опять же, учитывая прошлый опыт. «На сегодняшний день ремонтная работа по ним не проводится, потому что это не капремонт, это идет уже восстановление архитектурных памятников, поэтому немножко это сложнее. Была попытка ремонта порядка 12 домов по Московской улице, памятники архитектуры. Начались вопросы с ФАС именно из-за статуса этих домов. И на сегодняшний день фонд пока их не ремонтирует больше». Но, как говорит Владимир Мухин, проблема еще и в том, что на конкурс для выполнения работ по заказу фонда за последние два года не заявилась ни одна организация. И дело тут не в статусе домов, а в низких расценках на сложные работы. «Были у меня на прием граждане, и я им объяснял, что если завтра с вас этот статус снимут, будут ли проведены работы на вашем объекте? Они тоже сомневаются, потому что физическое состояние или техническое состояние объектов иногда не позволяют за те средства, которые есть, провести полный объем работ. Здесь, скорее всего, нужно говорить о наличии дополнительных средств на проведение этих работ. Вот это будет правильно, наверное, а не говорить о том, что есть статус, поэтому работы проводить нельзя. Возможно, не хватает на это средств». Пока же Леонид Песной ведет настойчивую переписку с Государственной Думой. От ее дальнейшего решения будет зависеть в том числе и облик нашего города. «На региональном уровне мы пока находимся в тупике. При этом ситуация усугубляется тем, что идет постоянно поток жалоб. Реагируют, конечно, прокуроры, обязывают фонд судиться, с фондом обязывают делать капитальный ремонт, фонд не может. Ну, поэтому пока тупик». Если так пойдет и дальше, то на Саратов не хватит и материала, из которого делают баннеры с изображением более достойного состояния ветхого жилого фонда.